Друзья, всех приветствую в начале очередной торговой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канал Markets, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Ну что ж, мы продолжаем следить за тем, как развиваются события по динамике индекса доллара, с учетом того, что, как и все трейдеры, мы предвкушаем будущие действия американского регулятора по ключевой процентной ставке. И чтобы заранее до следующего заседания Федрезерва разобраться, стараемся детально, внимательно изучать каждый макроэкономический отчет, тем более, что это была конкретная установка от главы Федрезерва Джерома Паула, который сказал, что все зависит от макроэкономических данных. Эта неделя еще несколько важных релизов по американской экономике, которые помогут, я надеюсь, нам уточнить перспективы дальнейших будущих действий Федрезерва. Хотя после последнего релиза по Non-Farm Pearls, я думаю, что, ну прям, не осталось никаких сомнений в том, что Федрезерв все же сохранит выжидательную позицию. И те из вас, кто сомневался, возможно, после Non-Farm, после значительного роста уровня безработицы, после крайне слабой динамики по созданию новых рабочих мест, для себя найдут уже решающие аргументы и факты, которые будут подсказывать вам, что лучше уже не рассчитывать на еще один шаг по ужесточению национальной монетарной политики. Ладно, к доллару мы сейчас вернемся. Давайте к повестке экономического календаря, скажем, в рамках всей недели. Не забывайте также, что поскольку сегодня понедельник, мы традиционно проведем вебинар, правильный понедельник, в 15.00 по московскому времени. Предложим несколько тем на выбор, которые мы запостим в нашем телеграм-канале. Та, которая наберет больше всего ваших голосов, станет центральной в ходе моего предстоящего выступления. Ну а сейчас крупными мазками. Так, те релизы, которые мы ждем. Во-первых, это выступление Лагард, которое запланировано на ближайшей торговой сессии. Я думаю, то, что выступление Лагард поможет нам уточнить будущее действия уже европейского центрального банка. Хотя, я не думаю, что ее риторика изменится или изменилась с момента ее выступления на симпозиуме в Джексон-Холле. Завтра ждем китайские данные по активности в сфере услуг. В целом, это неделя. Это неделя индексов активности в сфере услуг. Ранее мы разбирали PMI производственного сектора. Сейчас сфера услуг, на который приходится для многих экономик даже большая часть вклада в общий показатель ВВП. В общем, Китай, который, я надеюсь, найдет еще один, скажем, возможность для демонстрации сильных данных и в данном секторе. Также будем анализировать данные по активности в сфере услуга английской экономики. Завтра в 8.30 по GMT. В среду ISM в сфере услуга уже американской экономики. И закрывать неделю будет статистика по Китаю, также по экспорту и импорту состояния торгового баланса. Тоже важный индикатив того, что происходит с китайской торговлей. Но мы понимаем, что в принципе можно эксплуатировать на показатель общей мировой торговли. По поводу индекса доллара. Текущей котировки 104.11. Признаться, что после выхода данных по Нонфарм Ферлс, куда больше было оснований для более динамичного развития медвежьей динамики. И логичнее было бы сейчас представить, что индекс доллара должен был котироваться существенно ниже. Ну, есть то, что есть. На прошлой неделе мы анализировали, перед тем, как перейти к Нонфармам, данные по потребительским настроениям, отчету EDP, ВВП, по личным доходам. Как вы помните, все эти отчеты разочаровали. Мы действительно следили за тем, как меняется, снижается вероятность повышения процентной ставки каждый раз, когда выходил слабый релиз. Ну, кульминацией недели выступил отчет Нонфарм Ферлс. Я ожидал его, будучи скептично настроенным, потому что был уверен, что при таких показателях общего состояния американской экономики не может быть сильным национальный рынок труда. И по факту уровень безработицы вырос с 3,5% до 3,8%. Нонфармы – общий показатель новых рабочих мест вне сельского хозяйства 187 тысяч с 157 тысяч. То есть уже третий месяц подряд, очевидно, рынок труда буксует. И если говорить о таких временных отрезках, то сейчас самое время, наверное, после трех месяцев признать, что это как в ситуации с рецессией, что спад, он явно прослеживается, и нужно делать соответствующие выводы. Нужно понимать причины этого спада, и не следует отрицать то, что одной из причин ухудшения ситуации на рынке труда является та политика, которую проводит Федрезерв, в частности, с высокими процентными ставками. Потому что эта политика, она давит на экономику, на рынок труда, на ключевые сектора, на потребительскую активность. И все это выливается в те релизы, которые мы, собственно, с вами видим. Еще один важный компонент – это динамика заработной платы. В годовом выражении зафиксировано снижение с 4,4% до 4,3%. Это значит, что индекс потребительских цен, следующий отчет мы с вами ожидаем уже, по сути, 13 сентября, снова укажет на твердить, это лучше сказать, тенденцию снижения инфляционного давления. И если, опять же, отмотать чуть-чуть назад, я ранее уже говорил, что нам нужно дождаться нонфарма и отчет по инфляции. После этого уже будет очевидно, что будут делать американские регуляторы. Пока что мы видим крайне слабый отчет нонфармов. Учитывая снижение темпов роста заработной платы, я полагаю, что инфляция тоже окажется на новых многомесячных или даже многолетних минимумах. Что должно будет еще больше убедить трейдеров в том, что лучше уже строить какие-то, принимая торговые решения, закрывать позиции, исходя из того, что Федрезерв заморозит ставку на текущем уровне 5,5% на проложительный период времени и через, опять же, несколько месяцев, возможно, в начале 2024 года, начнет уже процентную ставку снижать. После выхода данных нонфарм перрелса BlackRock, PIMCO тоже подтвердили свою точку зрения о том, что ставка американского регулятора больше не изменится. Смотрим на инструмент FedWatch Tool, который оценивает вероятность повышения ставки. Так вот, в сентябре эта вероятность уже 7%. И что касается вероятности ее повышения до конца года, она составляет 32%. Мы рассчитывали на то, что после слабых данных нонфарм перрелса показатель снизится до 30%. Ну, в принципе, были правы, потому что 32% около 30. И дальше, в случае снижения инфляции, эта вероятность будет также падать и стремиться к нулевой отметке. Я заранее сохраняю короткие позиции по индексу доллара и опираюсь на конкретный фундаментальный фон, указывающий на то, что ФРС не повысит большую ключевую процентную ставку. Золото 1945 долларов за тройскую функцию, хайп был выше 1950. По-прежнему индекс настроения 72% трейдеров находится в продажах. Поэтому делаем вывод о том, что золото еще не добило своих локальных максимум. Я очень ждал отчет от Американской комиссии по торговле товарными фьючерсами, потому что хотел посмотреть, что произошло с позицией институциональных инвесторов, учитывая то, что золото активно росло. И этот отчет в пятницу показал то, что общее количество спекулятивных лонгов увеличилось со 100 от 2000 практически до 123. Поэтому и отчет CFTC мы также теперь добавляем в копилку тех факторов, которые должны поддерживать рынок драгоценных металлов и роззолото. Цели 1980-2000 тоже вполне реальны, как и на прошлой неделе. Рынок нефти 8753 хайп был почти 89 долларов за баррель. Один из основных факторов или даже основной фактор поддержки нефтянки — это сообщение Саудовской Аравии о решении продлить добровольное сокращение на 1 миллион баррелей до конца октября. Еще и снижение запасов в США. Неплохая статистика по производственному сектору Китая. Здесь опять же ремарка, что индекс по-прежнему в зоне стагнации, но мы увидели хоть какие-то признаки восстановления. Ждем активность в сфере услуга по Китаю завтра. Полагаю, что этот отчет тоже не разочарует. А если будет какой-то прям суперпозитивный сюрприз, то тогда котировки Brent'а прорвутся выше 90 долларов за баррель. Австралийцы против доллара 0,64,62. Пока что лонги сохраняют. Завтра решение Резервного банка Австралии по процентной ставке. Напомню, что новый глава, новый председатель Резервного банка Австралии Мишель Буллок ранее анонсировала готовность и дальше бороться с высокой инфляцией и ужесточением национальной монетарной политики. Да, в этот раз ставку скорее всего не повысит, но во время справедливых заявлений мы можем услышать или получить сигнал от регулятора, что ставка все-таки может еще вырасти до конца этого года. Это должно оказать положительное влияние на курс австралийского доллара. По британцу без изменений 1,26 текущей котировки. Ждем также отчет по активности в сфере услуг, который выйдет завтра в 8.30 по GMT. Пока что среди позитивных факторов, ну относительно позитивных, можно выделить тоже активность в производственном секторе. Это отчет, который вышел в конце прошлой недели. Улучшение показателя. Рост с 43 пунктов до 45,3. Если сфера услуг не разочарует, то тогда фонд точно получит локальный фактор поддержки. И, конечно же, ждем заседания Банка Англии, потенциальное повышение ставки на 50 базисных пунктов. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой недели. Всем пока!